В предыдущей серии мы снимали про кросс-кантри третьего поколения. И я обещал отснять кросс-кантри четвертого поколения. Но для того, чтобы про него что-то рассказывать, нужна практика. Поэтому несколько дней назад я взял этот автомобиль и отправился из Москвы, из Санкт-Петербурга. Теперь у меня сформировалось свое личное мнение, понимание об этом автомобиле, о его двигателе, трансмиссии, подвеске, салоне, да и дизайнере, конечно. И я своим мнением поделюсь сегодня с вами. Покороче надо рассказать, что-то как-то, да? Вольво V90 кросс-кантри сделана на платформе SPA. Та же платформа, на которой сейчас выпускаются XC90, XC60, S90. После того, как пришли китайцы, все люди подумали, что все, хана качество Вольво, теперь все китайское, тачка ненадежная. На самом деле не так. Китайцы нужны были компании для того, чтобы появился ресурс, деньги. После того, как пришел Китай, после того, как они стали собственниками, появились деньги, инженера заработали, все стали зарабатывать и сделали супер-классную тачку на SPA-платформе, о которой я сейчас расскажу подробно. Дизайн Вольво V90 кросс-кантри я считаю уникальный. Этот дизайн захватывает у меня дух. Если сравнить дизайн этого автомобиля с кросс-кантри на P3 платформе, даже не знаю, насколько это целесообразно, в моем представлении это совершенно разные два автомобиля и разные дизайны. P3 мне не очень нравится, а этот мне вскружил голову. И мне кажется, разговаривать о дизайне этого автомобиля бессмысленно. На него нужно просто спокойно смотреть и наслаждаться. На данном автомобиле установлен двигатель Т5 B4204T. 4 цилиндра, 249 сил, 350 ньютонов крутящий момент. До 100 км в час разгоняется за 7,4 секунды. Расход на сотку по паспорту 7,4 литра. Бак, объем топливного бака 60 литров. И теперь о практике, которую я ощутил на себе. Друзья, 60 литров бака мне не хватило. Не то, чтобы я заглох, но, честно говоря, когда я шел 180 км в час до Питера по платной дороге, а многие из вас знают, что заправок там не так много, я скрипя зубами сбавил скорость до 130, чтобы расход сократить. И еле-еле дополз до заправки, которая находится перед Новгородом. Поэтому 60 литров, конечно, ему минус. Хотя бы 70, а лучше бы 80. Также по трансмиссии. Трансмиссия на автомобиле 8-ступенчатая. Устанавливались механические трансмиссии, но такие автомобили с механикой поставлялись только на европейский рынок. В России их нет. По поводу трансмиссии все замечательно, шикарно. И в эконом режиме, и в комфорте. И... Кстати, это автомобиль с прошивкой Polistar. Можно выбрать и этот режим. Но что мне не понравилось. Когда я трогаюсь, либо на небольшой скорости мне нужно нажать педаль, небольшой рывочек. Хочется плавности. И я лично, я лично, когда подъезжал уже к городу, в городе ехал, мне хотелось поплавнее набирать в пробках. А он немножко резко как бы трогается. Не то, что какой-то толчок, пинок, но резковато. И это для меня было заметно. Подвеска. Подвеска здесь своя. На СПА-платформе. СПА-подвеска. Видимо, Volvo с MacPherson, системой MacPherson рассталась. Теперь подвеска многорычажная. У Volvo присутствует нижний, верхний рычаг. Но как они работают? Это, конечно, другое. Это совершенно другой автомобиль. Я повторюсь, я в таком восторге от этой подвески, от автомобиля в целом. Тормоза. Тормоза спереди устанавливались как 17-е, так и 18-е. Сзади 16-е или 17-е. Тормоза восхитительные, великолепные. Остановят вас в любой ситуации. Даже и не нужно об этом думать. Также вся подвеска сделана из алюминия, легкосплавная. Соответственно, полный привод Haldex, подключаемый. Великолепно. Все работает замечательно, без каких-либо нареканий. И в эксплуатации с огромным удовольствием. Перед тем, как поехать на этом автомобиле в Питер, я ездил на P3 платформе. И когда я сел в V90, мне показалось, она намного больше, намного шире. И по приезду я хотел сравнить две эти платформы. P3 со SPA. Насколько SPA больше или нет? Давайте сравним. Длина V90 4939, длина P3 4838. Этот автомобиль длинней. Ширина V90 1879, XC70 1870. Немножко, но пошире. Высота V90 1543, XC70 1604, XC70 повыше. Колесная база 2 941 V90, 2 815, XC70. Колея передних и задних колес. 1652, Cross Country 1614. Масса автомобиля V90 1813. Масса XC70 1880. XC70 я брал с двигателем 3.2. Багажник. Давайте попробуем открыть удобным способом. Ну вот, если вам надоест, можно сделать так. Обратите внимание, шторка убирается. Вот эта вот шторочка доезжает и уезжает автоматически. Итак, багажник. Объем багажника 560 литров. С разложенными спинками, со сложенными спинками 500. 1560. Также у багажника есть еще вот такой отсек. Небольшой бардачок. Обратите внимание, если я положу вот такую коробку с длиной моих пальцев, то багажник мы этот бардачок не закроем. То есть это чисто для документов, для очень, может быть, узкого портфеля. Не закрывается. То есть 8-сантиметровая коробка сюда не влезает. Поэтому такой небольшой бардачок. Далее полноценная запаска, домкраты. Короче говоря, все необходимое. Багажник. Достаточно вместительный, но есть одно но. Друзья, автомобиль, конечно же, красивый. Дизайн у него безупречный. И сделали покатое заднее стекло. То есть если вы загрузите холодильник, вы же часто меняете холодильники. Год назад такое было. Закроете вот эту дверь, то углы холодильника разобьют вам заднее стекло. Будьте осторожны с холодильниками, со шкафами. Не забывайте, что стекло у вас стоит не вертикально, как это было раньше у Вольво, а по диагонали, под большим наклоном, примерно градусов 45. Про это забывать не стоит. Вот эта музыка я из Питера. 230. Музыка нормально качает. High performance. Кстати, вот этот автомобиль еще не самый быстрый. Не самый. У меня бы были бы сейчас деньги, я бы тоже. Вот мы и за рулем чудесного автомобиля V90 Cross Country. Я так не хочу с ним расставаться, он не мой. А приобрести я его пока не могу. Это очень печально, друзья, потому что находиться в этом автомобиле – это счастье. Это не радость, это не прикольно, это невосхитительно. Это просто счастье. Итак, начнем. Кстати, автостоп. Вот отсюда почему-то он не выключается с кнопки. А выключается он только отсюда. Начнем. Дизайн. Дизайн, экстерьер, салон. Восхитительные слов нет. Передняя панель, слава богу, без монитора, который торчит вверх. Сделан супер красивый, супер технологичный, как хотите. Управлять монитор, планшет, компьютер, который управляет всем автомобилем. Компьютер, который я бы назвал живой автомобиль. Сейчас есть такое выражение – живой дом. Вы можете управлять светом, шторами, видеонаблюдением, подогревом полов. Включить телевизор в другой комнате. Все, сидя на диване. Вот то же самое здесь. Живой автомобиль. Управляешь чем угодно. Чем угодно. Опций куча. Обсуждать их я потрачу минут 30. Навигация. Музыка. Музыка. Настройки музыки. Пока я ехал в Питер, я могу так сказать. Я поставил активный круиз-контроль. Системой удержания автомобиля в полосе я не пользовался. А активным круиз-контролем с удовольствием. Ноги, ногами педалей я не трогал ни разу. Ни разу на платке я не трогал ногами педаль. Я настраивал музыку. Машина оттормаживалась, если кто-то выходил в мою полосу и сама разгонялась. Потом я обнаружил, что есть вот такая штучка. Нажимаем кнопочку, выбираем эко-режим. Наш циферблат с тахометром сейчас перейдет в другой режим. Видите, он видоизменился. И все, и машина начинает экономить. Восхитительно. На эконом-режиме идти, вернемся к комфорту, идти по трассе. Почему восхитительно? То есть вы едете с крейсерской скоростью 180 км в час. Это ее крейсерская скорость, на мой взгляд. Она настолько комфортна и удобна, что по-другому ехать не хочется. Итак, видите, 180 перед вами выходит фура. Машина ее видит за метров 500, даже, наверное, дальше. Притормаживает аккуратненько, потихонечку. А потом, когда фура уходит, машина начинает разгоняться. И вот когда она разгоняется на комфорте, она достаточно динамично разгоняется. А вам этого не нужно, потому что... Зачем? Зачем переходить на более низкие передачи, рвать мотор, расходовать бензин? Зачем? А на эконом-режиме она плавно-плавно начинает набирать обороты. Комфортно, плавно. И это супер. Короче, здесь нету неудобств. Внутри неудобств я не нашел. Одни удобства. Обратите внимание вот на эту консоль. На консоль. Какая она высокая. Вот чувствуется, что вы в каком-то лайнере, что ли, в самолете. Она высокая, она разделяет вас с пассажирами. То есть у Volvo все-таки более плавно всегда это было. Да, здесь вот такая просадочка всегда присутствовала. А здесь прямая консоль. Прикольно. Сидеть. Посадка. Ну, скажу честно. Ровно сидеть не очень удобно по каким причинам? Только по одной причине. Мне неудобно класть локоть. Я люблю класть локоть и ехать. Вот здесь у меня локоть, обратите внимание, лежит высоко. И я не могу подрегулировать себя сидением, потому что сидение комфортно станет. А вот если я откидываю спинку назад, чуть-чуть отъезжаю назад, расслабляюсь, и у меня локоть ложится сюда и сюда, вот так мне ехать хорошо. То есть в прямом более положении, да, в городе, где откидываться не нужно, а нужна более динамичная езда. Все-таки с локоточком. А здесь низко. Низковато. То есть вот я корпус увожу, а я хочу сидеть ровно и локоть, чтобы лежал. А здесь высоковато. Ну, не знаю. Это по мне, да. Второй момент, который мне не очень понравился. Когда ноги мои у педалей, все супер, все здорово. Левая ножка лежит на площадке, правая газ. Но когда я ноги ставлю под себя, вот здесь почему-то какой-то бугорок. Не знаю. И пятки у меня задираются. И мне неудобно. Мне начинает затекать, не знаю, как часть ноги называется. Вот это вот. Кисть ноги, короче говоря. Начинает затекать. Если вот долго так едут. Хочешь, чтобы ноги приподнялись. Передняя часть стопы. Здесь же они опускаются. Вроде мелочи, но вот это я почувствовал. Что понравилось еще? Обратите внимание, как опускают стекла. Если я немножко нажимаю на кнопочку, стеклышко потихонечку лезет. Дожимаю, ускоряется. То есть двухрежимное закрывание. Дожимаю, ускоряется. Это очень приятно. А как кнопку приятно нажимать? Насколько качественно все сделало? Прикосновение каждой детали в этом салоне очень качественно. Это просто супер. Также вот эти шторочки очень приятные. Сюда можно положить ключ от автомобиля. Зачем ее в кармане везут? Да, для того, чтобы его машине не закрыть. Вот. Также мне очень понравились вот эти два выхода. Bluetooth подлокотники. Вот это бардачки. То есть на зарядку поставить телефон. Не нужен прикуриватель, не нужно занимать прикуриватель. Вы проводочек всовываете и вперед. Ну, а здесь же все удобно под бутылочки, прикуриватели и так далее. Приятно. Все приятно. На что не посмотришь, просто восхищаешься. По подвеске шикарно. Еду как будто в каком-то флагманке, да, в крейсере, в большом Мерседесе, если так хотите. Не знаю, в семерке BMW. Она большая. Она больше, чем по третьей. Хотя по характеристикам мы сегодня прошлись и не заметили больших отличий, да, на несколько миллиметров, на 10, на 20. Но, тем не менее, она кажется больше. Да, она пониже немного. Может быть, и за счет этого. Но это просто другой коленкор. Другой. Все по-другому. Сетки, обдува, печи. Все эстетично. Дерево. Дерево неброское, в цвет пластика, черный. Дорого все сделано. Дорого, со вкусом. Нет никаких-то нелепостей. Обалденно. Обалденно. Итак, немножко пролилось. Чего мне еще не хватило. Момент один. Не то, чтобы шумоизоляция плохая. Мне не очень нравится, когда я трогаю с места. Либо набираю борозд на небольших скоростях, я слышу мотор. А мотор невысоколитражен, и поэтому он звучит не как мощный мотор. Не так. А. То есть, я еду на флагмане, а у меня. Вот, попробуйте послушать. Ну, не знаю. Вот, конечно, это опять-таки такое. Ну, что такое звук мотора? Да подумаешь, как он звучит. Тачка-то какая. Салон какой. Посмотри на материалы. Как она рулится. Кстати, рулевую, не электрическую. Гидравлики уже нет. Нет уже костей. И работает она восхитительно. Как она рулится. Как отрабатывает подвеска многорычажная. Совершенно другой автомобиль. И двигатель-то двухлитровый не просто так сделан, а он сделан ради экономии, экологии и еще наверняка по каким-то причинам. Наверное, надо уходить от того, как должен звучать двигатель. Если он звучит с рыком, значит, это мощь. Да, эта машина большинство рычащих других автомобилей, я думаю, обгонит и сделает со старта. Поэтому, наверное, уже это современности. К этому надо привыкать. Но, тем не менее, я бы хотел, я бы хотел не слышать моторника. По поводу подвески. Когда я съезжал с платных дорог, какие-то, да, вот большие съезды по кругу, автомобиль ведет себя очень приятно. Мне, в секунду, очень нравится. Автомобиль такую небольшую, такую, знаете, вальяжную раскачечку входит в поворот. Не то, что он раскачивается, это приятно. Как будто тебя баюкивает, знаете, чувствуете роскошь, роскошь. Хотя у автомобиля подвеска обыкновенная, не пневм, ничего, а ощущается она просто превосходная. Просто превосходная. Также ездил в Питере по мостам, соответственно, с какими-то там кочками, переходами. Подвеска просто восхитительная. Такой кайф доставляет. То же самое тормоза. Она сама тормозит на активном поиске. Сама. Выезжают фуры, летишь 180, летишь. Вот именно слово вот летишь. Только летишь не то, чтобы быстро летишь, а летишь, паришь. Она не летит на 180, она парит. Именно парит. И оттормаживается со 180, она элементарно до 100, до 80, до какой годной скорости. Не переживаешь же с тормоза. Так что те доводы, которые я сейчас довел по поводу минусов, они минимальны по сравнению с тем восхищением и теми плюсами, которые производит этот автомобиль. Дорога ровная, 150, расход 12. 180 км в час. Расход около 14-15 литров. Около 230 км в час. Едет этот автомобиль. Такой автомобиль можно купить за 3,5 миллиона рублей. Да, в простой комплектации, без музыки, там, перфоманс, тем более, Бауэрт Милкинс. Вопрос, что вы хотите получить. Если вам не нужна музыка, если вам не нужно, там, дерево какое-то особенное, да, возможно, этим и стоит пожертвовать. Если вам нужен дизайн, двигатель, эта подвеска, то вы все получите от 3,5 миллионов рублей. Если вы же хотите музыку, я очень хочу музыку, я люблю музыку. И что удивительно, что удивительно, мне этой музыки, хай-перфоманс, хватает вот так. Я ее настроил так, как мне нравится, по ту музыку, которую я слушаю. И это просто восхитительно. Бауэр энд Милкинс я еще ни разу в жизни своей не слушал. Но что может быть лучше хай-перфоманс, я не понимаю. Не понимаю. Итак, про вторичный рынок. Не по карману эта машина, а я так, допустим, сладко рассказал, что вам понравилось. Вторичный рынок. Ну, на вторичном рынке автомобили такие стоят от 2 700, это 17-18 год, и до там 3, плюс-минус, до 3 миллионов рублей. Новый автомобиль, да, можно взять за 3,5. Зачем? Да, спорно. Спорно. Можно взять за 3,5. За 3,5 миллиона. Конечно, вы возьмете за 2 800, 3, наверное, тот автомобиль, который можно приобрести новый, за 4,4,5. Это уже другой вопрос. Не знаю, смотря в каком состоянии, смотря почему продают, проверяйте, обращайтесь в специализированные, самые главные техцентры, в Вольво. И я думаю, что вы и на вторичном рынке подберете неплохой такой автомобиль. Тем более, что практика пока такова, что автомобили не ломаются, они только проходят ТО. Я не знаю, зачем их продают. Я, кстати, сегодня посмотрел, а на автору, по-моему, 7 предложений. 7. Наверное, это говорит о том, что, а смысл продавать такой автомобиль? Я бы не продал. Даже если бы я купил его за 4, и мне сразу же предложили 4,200, я бы не продал. Вот мы и прокатились последний раз на этом замечательном, восхитительном, для меня самом лучшем автомобиле. Сейчас я его буду сдавать его владельцу, счастливому владельцу. Конечно, я мог об этом автомобиле рассказать гораздо больше, о всех его ноу-хау, каких-то удобствах, каких-то функциях, но это очень долго. Я думаю, что вы эту информацию можете найти на официальном сайте Вольво, либо посмотреть еще другие ролики, почитать статьи. Очень много информации по этому автомобилю в интернете. Я просто хотел передать свои впечатления, свои ощущения об этом автомобиле. Во всяком случае, я склоняюсь к такому мнению, что я буду стремиться приобрести такой автомобиль. У меня много было Вольво, многие из вас об этом знают, но такого еще не было, и он мне очень нравится. Друзья, если было интересно, делайте так, пишите комментарии, приезжайте к нам ремонтировать ваши любимые автомобили, желательно шведские. И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok